Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Канализацию в Сочи вырастут. Сколько придется платить? По просьбе жителей на курорте появилась новая детская площадка. Что еще планируют построить в скором времени? И снова мэпидисты. В Сочи в районе санатория Орджоникидзе произошло ДТП. Подробности в сводке ЧП. Тарифы на питьевую воду и канализацию в Сочи вырастут. Услуги будут пересчитаны в рамках ежегодной общероссийской индексации цен на коммунальные услуги. Сколько теперь придется платить? Стоимость питьевой воды вырастет на 6,3% и составит 40 рублей 48 копеек за метр в кубе с учетом НДС. Услуга водоотведения увеличится на 1,6% и будет составлять более 31 рубля. Тарифы на коммунальные услуги регулируются государством уже 20 лет. Пять последних из них применяется предельный индекс роста. То есть, когда цены на жилищно-коммунальные услуги нельзя поднимать выше определенного значения. При этом тарифы индексируются как в меньшую, так и в большую сторону. В зависимости от экономической обстановки не только в регионе, но и в стране. В Краснодарском крае этот размер утверждается Департаментом государственного регулирования тарифов. Напомню, абонентам необходимо оплачивать счета по коммунальным услугам до 10 числа каждого месяца. При этом показания приборов учета необходимо передавать один раз в месяц, не позднее 24 числа. В поселке Кудепста завершают строительство детского сада. На площадке побывал исполняющий обязанности главы города Андрей Прошунин. Это один из самых крупных детсадов Южного федерального округа. Одновременно в него смогут ходить 550 детей. Работы идут по графику, строительство ведет инвестор. В микрорайоне Кудепста реализуют проект комплексного развития территории. На данный момент ведутся фасадные работы, выполненные на 70%, благоустройство на 70%, внутренние инженерные сети на 90%, наружные инженерные сети полностью выполнены. На данный момент на объекте работает 186 человек, 8 единиц техники, работаем в круглосуточном режиме. То есть объект, по вашим оценкам, мы однозначно сдадим 1-1 сентября? Да, у нас такая задача стоит. В конце августа все работы завершить. Сейчас мы еще проговорили вопрос части наполняемости. То есть это воспитатели, это коллектив, который будет обслуживать детей. Потом входные группы, я так понимаю, чем дети будут здесь заниматься. Это все предусмотрено, в проекте есть. Я думаю, что так же будет реализовано до первой части. Абсолютно правильно. Трехэтажное здание оформят в эко-стиле. Детей будут знакомить с миром флоры и фауны. И каждый из трех этажей станет олицетворением трех стихий – воды, земли и воздуха. Там будут учебные классы, музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда. Мы должны закончить финишную отделку. И мы должны смонтировать все оборудование. В первую очередь пищеблока. Напомню, что все оборудование уже закуплено. Оно согласовано с управлением образования. И вот буквально со среды мы приступаем к монтажу оборудования. И дальше будем постепенно его показывать и сдавать в управление образованием. На территории детсада будет 28 игровых площадок с навесами от солнца. Их монтаж уже начался. Между площадками и по периметру ограждения высадят живую изгородь. Разобьют цветники и газоны. Особое внимание уделят безопасности детей. Здесь установят камеры видеонаблюдения, а на спортплощадке уложат ударопоглощающее покрытие. Новую детскую площадку открыли по просьбе местных жителей на улице 50 лет СССР в Хостинском районе. Какое-то время она была заброшена, а сейчас реставрация завершена. Моя коллега Юлия Жукова побывала на месте событий. Реконструкция обошлась в 2,5 миллиона рублей. Это достаточно затратно, но что не сделаешь ради детей. На новых детских площадках мы, конечно, вместе с администрацией Хостинского района устанавливаем информационные таблички, в которых указывается правило поведения на площадках, правило безопасности, для того, чтобы наши граждане и наши дети, в первую очередь, были здесь в безопасности, чтобы знали, как себя вести, что можно делать, что нельзя. Безопасность детей обеспечивает прорезиненная поверхность площадки, натуральная сетка, забор и закругленные углы на всех качелях и горке. Помимо этого, планируют установить видеокамеры. Сегодня мы здесь собрались по поводу второго рождения этой детской маленькой площадки возле дома 012А. Она когда-то существовала, но пришла в упадок. По наказу жителей, наши депутаты Александр Николаевич Захаров и Владимир Борисович Еридинов выделили средства. И сегодня она вновь обрела красоту, удобство. Контролировала работы комиссия по благоустройству. Основными элементами детской площадки стали горка, карусель и двухместные качели. Изготовлены они из высококачественного пищевого полиэтилена низкого давления, металла и фанеры. Все металлические элементы окрашены полиэтиленовым порошковым покрытием. Следующая площадка у нас будет в Худепсте буквально на днях. И еще такая же площадка будет на Маламахуне. Помимо этого, мы уже отремонтировали по наказам наших избирателей всем дорожных покрытий и в Хосте, и в Худепсте. Ну и сейчас планируем и работаем над наказами 25-го года. Добавлю, помимо двух новых площадок в Хосте, в ближайшее время построят еще одну – на улице Красных Партизан 4. Сейчас на завершающем этапе благоустраивают зоны бывшего Орнитопарка на улице Октября и сквера Мацестинский. Юлия Жукова, Дмитрий Говорков. Время новостей. Другим темам. На курорте женщина оставила полугодовалого ребенка. Инцидент произошел в храме Пресвятой Богородицы на улице Догомыской. Женщина сослалась на тяжелое состояние здоровья, дала священнику своего сына, попросив присмотреть за ним. Сообщается, что сейчас жительница Приморска-Ахтарска находится на стационарном лечении в больнице. И после оказанной помощи она планирует забрать малыша. Что еще произошло на курорте, узнаете прямо сейчас. На курортном проспекте в районе санатория Джаникидзе произошло ДТП с участием мопедиста. О пострадавших не сообщается. Очередного нетрезвого водителя выявили в Сочи. 36-летний приезжий из Башкортостана передвигался на каршеринговом автомобиле. Его остановили полицейские на улице Ленина. От прохождения свидетельствования мужчина отказался. Теперь ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Опасное обождение едва не закончилось аварией в районе зубовой щели и головинки. Водитель микроавтобуса многочислено совершал обгоны по встречной полосе. Грубо нарушал ПДД и в буквальном смысле провоцировал столкновение с другими транспортными средствами. Негодует автор видеоролика. Поймали с поличным, а злоумышленник, находясь в торговом помещении на улице Пасечная, взял с полки товар и попытался скрыться. Нарушителя остановили на выходе сотрудники сетевого супермаркета. В результате мужчина вернул весь прихваченный с собой товар. В ходе рейда полицейские выявили два заведения, в которых после 23.00 часов громко играла музыка. В отношении владельцев составлены административные протоколы. Это время новостей. Смотрите во второй части программы. По новым правилам РЖД изменит требования перевозок животных. О каких нововведениях идет речь? 100 из 100 выпускник гимназии Сочи получил 300 баллов на ЕГЭ. Какие планы у юного гения? Цветет раз в жизни. В сочинском Дендраре распустилась Агава. Уникальные кадры запечатлела группа Сочи-24. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. За здоровьем в Зельцер Мед. Врачи в высшей категории. Современное оборудование. Лазерная хирургия. Доступные цены. Все это в новой многопрофильной клинике Зельцер Мед. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru. Требуется консультация специалиста. Грандиозное, яркое, новое цирковое шоу ГИИ РАЦЕ 5 Континента. Все лето в сочинском цирке 300-03-68. 0+. Импульс. Центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте impuls-sochi.ru. Экспресс-диагностика бесплатна. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. Открытый институт аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org. Время новостей в эфире. В студии Владислав Бескромный. Мы продолжаем. РЖД внесли изменения в правила перевозки животных. Теперь при покупке билета будет указываться точный вид подопечного из разрешенного перечня. Билет для него станет обязательным. Если животное потеряется, то проводников обяжут искать хозяев. Каких еще ждать нововведений, расскажет Юлия Жукова. Проводники и начальники поездов будут осведомлены о наличии животных в вагонах. Их обяжут искать хозяев, обнаруженных в вагоне животных. Если хозяин не найден, животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции. Для крупных и служебных собак потребуется выкупать все купе. Им придется надеть намордник. В случае перевозки собаки-проводника потребуется документ о ее обучении. Для таких животных проезд будет бесплатным. Напомню, новые правила стали ответом на гибель потерявшегося кота Твикса. Он ехал в поезде по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург, когда проводница выбросила кота из поезда. Выпускник сочинской гимназии номер 8 набрал 300 баллов на ЕГЭ. За каждое из трех сдаваемых предметов 11-ти классник получил максимальное количество баллов. Как удалось вчерашнему школьнику справиться со всеми заданиями, преодолеть напряжение и стать лучшим. С выпускником пообщалась семечная группа «Сочи-24». Математика, физика, информатика – три предмета технической направленности, и в каждом из них наивысший результат. Роман Комиссаров – призер и победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по этим дисциплинам. За его плечами множество решенных вопросов и задач. По словам родителей, Роман с детских лет отличался от тягой к знаниям. Конкретно к техническим предметам какой-то склонности у него не было, но он был очень любознательным ребенком. То есть это были постоянные вопросы, что, почему и как, на которые порой не находилось ответов, но выискивали их и развивали, как могли. Развивали способности мальчика и в школе, ведь важно не потерять тягу к знаниям, а помочь усилить ее. Сошлось все в одном месте. Талантливый ребенок, желающий изучать, мотивирован на предмет естественно-научного цикла и математику, плюс условия в гимназии, которые созданы для профильных инженерных классов, это прекрасные лабораторные комплексы, ну и учреждения, которые готовы его учить на самом высоком уровне. Настало время покорять науки в институте, и Роман уже выбрал, в каком именно. Я иду в МФТИ, собираюсь поступать на программирование, на факультет, либо по МАИ, прикладная математика и информатика, либо в ШПИ, это высшая школа программной инженерии. Ну, мечты с детства такой не было. Сознательно, может быть, решил, что буду, скорее всего, идти по направлению искусственного интеллекта. Как оказалось, чтобы получить максимальные баллы на ЕГЭ, вовсе не обязательно родиться гением. Без природных склонностей и тяги к образованию ничего не получится. Ответственность, трудолюбие и желание – верные спутники успеха. Так считает выпускник гимназии. В крупнейшем выставочном центре города Сочи в гранд-отеле «Жемчужина» открылась выставка-ярмарка «Православие» – фестиваль народных мастеров 2024. Она состоялась по благословению епископа Сочинского и Туапсинского. Что интересного ждет гостей и какая программа для них подготовлена. Каждая православная выставка-ярмарка на курорте – настоящее событие в духовной жизни края. Здесь можно прикоснуться к привезенным святыням, приобрести иконы, храмовую атрибутику, продукты из монастырей, фермерских хозяйств, товары для здоровья, натуральные масла, медовую продукцию, лечебные монастырские мази, православные издательства и сувениры, подарки к праздникам, изделия народных мастеров и многое другое. Я хочу пригласить всех жителей, гостей курорта в разгар курортного сезона посетить островок Православия в городе Сочи в гранд-отеле «Жемчужина» с 25 по 30 июня. Выставка Православия. Здесь собрались, приехали монастыри и храмы из разных регионов нашей страны. Привезли чудотворные иконы и образа, привезли много интересной продукции. Наталья представляет храм Матрёны Московской из Ульяновской области. Привезли вам разные водички святые от Матрушки и Матронушки, маслечки от Матушки и Матронушки, сукатурки от Матрушки и Матронушки. Все пожертвования, приобретенные, которые вы у нас приобретаете, идут на строительство нашего храма. Храм Матронушки Московской мы построили с 2012 года, и сейчас идёт строительство. На выставке можно угоститься дарами и из Уфы. Привезли как мёд с выдержкой, так и два вида урожая текущего года – майские первоцветы и черноклён. Представляем на выставке настоящий башкирский мёд, который можно продегустировать. Мы приехали с ценой Уфы, то есть ценник мы не меняем. Также на нашем стенде представлены пряники, ручные работы, ручные росписи, которые мастера изготовляют из нашего же настоящего башкирского мёда. Мастера представили и кукол ручной работы. Главная святыня выставки «Православие» – частица мощей святителя Николая Чудотворца в Ковчеге. Православные обращаются к нему за помощью ежедневно в своих молитвах. Духовно-просветительская и концертная программы будут насыщенными. Участники посетят православные лектории и другие мероприятия культурной программы. Ежедневно для гостей будут представлены художественные и документальные фильмы. Напомню, выставка открыта для гостей с 25 по 30 июнь с 10 до 18 часов. Валерия Асачи, Дмитрий Говорков. Время новостей. Прямо с севера Дальнего Востока в Сочи приехали дары Камчатки. Ценные породы рыбы и натуральную красную икру. Настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Можно приобрести в гранд-отеле «Жемчужина» на выставке-ярмарке «Православие». Деликатесы привозят на курорт уже не первый год. Дары Камчатки в Сочи знают и с нетерпением ждут каждый год. В ассортименте различные виды рыбы. Слабосоленая, горячего и холодного копчения и, конечно, натуральная красная икра. Среди деликатесов тунец, белорыбица, нерка и палтус. Звание царицы Камчатки заслуженно носит чавыча. Нежная, слабосоленая рыба, максимально наполненная омегой-3 и аминокислотами. Она не только обладает удивительным вкусом, но и является кладовой полезных микроэлементов. Берут продукцию как для себя, так и для своих близких. Людмила уже не первый год приходит за любимой рыбой и всегда остаётся довольна покупкой. Конечно, чавычу. Почему? Чем она вас привлекает? Ну, это самая нежная, самая вкусная, самая жирная. А икру красную, может быть, пробовали? Нравится? Нравится очень, очень хорошая. Я каждый год бываю здесь у них на выставке, каждый год покупаю. Местные жители приходят не только за чавычей, хотя и её без внимания не оставляют. Да, чавыча, в общем, мне нравится. И корюшка. Очень мне нравится корюшка. Здесь есть корюшка? Есть и корюшка. Сочетание кальция, калия и магния помогает наладить работу сердца и кровеносных сосудов. Эти минералы оказывают положительное влияние на артериальное давление. Чтобы сохранить свежесть, натуральный вкус и витамины, которыми так богаты морепродукты, деликатесы доставляют без использования заморозки. Приобрести их можно в гранд-отеле «Жемчужина», стенд «Дары Камчатки», павильон номер 89 до 30 июня включительно. Выставка «Православие» работает на втором этаже в выставочном зале с 10 утра до 6 часов вечера. Валерия Асачия, Дмитрий Говорков. Время новостей. Спортивная копилка «Сочи» пополнилась ещё двумя медалями. В Казани завершились пятые по счёту игры стран «Брикс» по боксу. На протяжении четырёх дней на ринге боролись за победу сильнейшие атлеты. Вот так под звуки громких аплодисментов в сочинском аэропорту встретили чемпионов Андрея Пеглеваняна и Карена Соловьёва. Поздравили спортсменов традиционным караваем, песнями и танцами. Эмоции участников игр стран «Брикс» только положительные. «Впечатления только хорошие. Город Казань шикарный. Место проведения соревнований шикарное. Деревне университет тоже всё понравилось. Очень много разных стран приехало, много людей. Со всеми пообщались, новые знакомства. Мне всё очень понравилось на высоком уровне». Карен Соловьёв стал серебряным призёром весовой категории до 67 килограммов. А вот Андрей Пеглеваняна держал победу весовой категории 57 килограмм и поднялся на первую ступень педестала почётом. Спортсмены уже поставили перед собой новую цель – взять золото на чемпионате России. «Сейчас мы немножко отдохнём и после начнём заново тренироваться и с новыми силами в бой. Скорее всего, будем готовиться на чемпионат страны». Напомню, игры стран «Брикс» – мультиспортивные соревнования, участие в которых приняли около 5000 атлетов из 90 стран мира. Всего было представлено 27 видов спорта. В Дендрарии зацвела агава. Это событие примечательно тем, что растение цветёт раз в жизни. После нескольких месяцев благоухания, экзотической диковине суждено погибнуть. Уникальные кадры запечатлила наша съёмочная группа. К этому цветению растение готовилось 25 лет. Это максимальный возраст жизни агавы. Растение не морозостойкое, поскольку родом из Мексики. Уже при минус 7-10 градусов растение увядает. Чтобы этого не произошло, работники парка каждую зиму укрывают экзотическое растение. «Сейчас в Дендрарии случилось событие. Начала цветение своё агава американское. Но она так больше известна. Но непосредственно тот экземпляр, который цветёт, это агава устрашающая. Родом она из Мексики. И растение цветёт один раз в жизни. То есть всю жизнь она готовится для того, чтобы зацвести. И из центра резетки в окончании, в апогее жизни выкидывается цветонос. Ещё весной на старейшей агаве парка появился цветонос. Своим внешним видом и размером он больше похож на дерево с ветвями. На самом деле от стебля тянутся бутоны. Они вскоре превратятся в цветы. Высоту конкретно этот экземпляр около 6 метров. А толщина цветоноса в основании больше, чем толщина ноги взрослого мужчины. Когда я узнала, что агава цветёт один раз в жизни, и она зацвела у нас здесь, в Сочи, в Дендрарии, мне стало очень интересно. Я решила посидеть и посмотреть вживую. В действительности она выглядит по-настоящему потрясающе. И мне кажется, любого приезжего и даже местного человека из Сочи она восхитит своими элементарными габаритами и в целом внешним видом. Мне как экологу было очень интересно взглянуть на этот цветок в реальности. Я не ожидала, что он достигает таких огромных размеров. Правда, я думала, что будут огромные цветы, но придём попозже посмотреть на них. Гости парка могут насладиться красотой цветения до конца лета. Сделать памятные фото можно в центральной части Дендрария. В этом отделе цветёт не только агава. В нём представлено всё разнообразие флоры жаркой страны, в том числе юки и пальмы Вашингтонии. На фото будет казаться, будто вы действительно оказались в Мексике. Юлия Жукова, Дмитрий Говорков. Время новостей. Убитые горем родственницы погибших при пожаре приехали на Южнокорейский завод по производству литиевых батарей «Арисел» в городе Квасон. Трагедия произошла здесь днём ранее. Погибло не менее 22 человек. Большинство из них были гражданами Китая. Также погиб один гражданин Лаоса и двое южнокорейцев. Ещё одного рабочего продолжают искать. Ещё восемь человек пострадали, двое серьёзно. Когда начался пожар, всего в помещении находилось около ста рабочих. Большинству удалось спастись. Пожар вспыхнул на складе, где хранилось 35 тысяч литиевых батарей. В результате образовался токсичный дым, и рабочие, вероятно, потеряли сознание, после чего их охватило пламя. Тела сильно обгорели. Для определения точных причин пожара будет проведено совместное расследование с участием 40 сотрудников из 9 ведомств, включая полицию, Национальную службу судебной экспертизы и Министерство занятости и труда. По предварительной версии, пожар начался из-за взрыва нескольких батарей. Во время тушения обрушилась часть крыши здания. Такие пожары среди самых сложных. Тушить их приходится песком, поскольку вода вступает в реакцию с литием. Южная Корея – ведущий производитель литиевых батарей в мире. Президент Кении направил 400 полицейских в Гаити. Они возглавят магнациональную вооруженную миссию, которая поможет гаитянским правоохранителям бороться с могущественными бандами. ООН одобрило ее создание в октябре прошлого года. «Мы ожидаем, что вы будете воплощать высочайший стандарт честности и профессионализма. Помни о том, что представляете страну, возглавляющую миссию. И о том, что вы послы стабильности и безопасности». Кения вызвалась возглавить многонациональную миссию год назад. В целом она направит в Карибскую страну тысячу полицейских. Это не первая миротворческая миссия ООН, направленная на поддержку правосудия в Гаите. Предыдущие оставили после себя много погибших мирных жителей, вспышку холеры и скандал с сексуальным насилием. Однако гаитяне надеются, что теперь иностранный полицейский контингент будет действовать иначе и поможет остановить бандитизм. В Гаите преступные группировки много лет терроризируют мирное население. Они еще больше активизировались в феврале. Сейчас под их контролем почти 90% порта Прэнса, а также ключевые дороги, ведущие к столице. Только за первые три месяца этого года в Гаите было убито и ранено 2500 человек. В целом в стране из-за бандитского насилия более полумиллиона жителей были вынуждены покинуть дома. Не иностранцы решат наши проблемы. Нам самим надо найти решение. Но тем не менее мы принимаем помощь. По стране нельзя ездить, поскольку во многих регионах царит беззаконие. Нам нечего есть, люди спят на улицах, а дети не ходят в школу. Если нам придут на помощь, я скажу «да». По-моему, полиция Кении собиралась слишком долго. Мы страдаем уже 4 года. Если бы наши власти могли что-то сделать, то сделали бы. Полицейских также направят Багамские острова, Бангладеш, Барбадо, Сбенин, Чад и Ямайка. Всего в миссии будут участвовать 2500 стражей порядка. Годовые затраты на ее поддержание составят примерно 600 миллионов долларов США. Стелла Ассанж, жена основателя Викиликс Джулиана Ассанжа, заявила в видеообращении, что тюремное заключение ее мужа подошло к концу. Как сообщается, он пошел на сделку с правительством США, согласно которой признает себя виновным по уголовному обвинению в обмен на освобождение. В тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании Джулиан Ассанж провел 1901 день. Его супруга, а также главный редактор Викиликс Кристин Храфнсон поблагодарили всех, кто оказывал им поддержку. 19 июня исполнилось ровно 12 лет с тех пор, как Джулиан вошел в посольство Эквадора в Лондоне, которое предоставило ему политическое убежище, защиту от преследований, пыток, от пожизненного заключения. И 12 лет спустя я навещаю Джулиану в тюрьме строгого режима. Но этот период нашей жизни, я уверена, теперь подошел к концу. Как сообщили соратники Ассанжа, основатель Викиликс сел на самолет в лондонском аэропорту Станстед и улетел в Австралию. Согласно предварительной сделке, он признает себя виновным по одному из 18 пунктов, которые выдвинули американские прокуроры. Это заговор с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Для него будут добиваться 62 месяцев тюремного заключения. При этом зачтут то время, которое он провел в британской тюрьме. А оно как раз и составляет около пяти лет. Юридическая тяжба Ассанжа с властями США продолжалась более десяти лет. В случае экстрадиции разоблачителю грозило бы до 175 лет тюрьмы. В 2010 году сайт Викиликс начал публиковать сотни тысяч американских секретных документов и дипломатическую переписку. Вашингтон назвал это одной из крупнейших утечек секретной информации в истории страны. Семейство из пяти бобров успешно защищает лондонский бора Иллинг от наводнений. Троих взрослых грызунов и двоих детенышей привезли сюда из Шотландии в октябре прошлого года. Они быстро освоились и за первые пять месяцев построили пять полотен. В октябре здесь прошло два очень сильных дождя. Один местный парк подтопило. Вода текла по ливневой канализации бурным потоком. «В Рождество всего через несколько месяцев после появления бобров налетел похожий шторм. Но вода просто текла небольшим ручьём по ливневой канализации. Бобры замедлили этот поток. Нас удивило, что за такое короткое время они снизили риск наводнения». Раньше бобры жили по всей Великобритании, но 400 лет назад исчезли. Их истребили охотники. Остались эти грызуны только в Шотландии, графстве Девон. Сейчас животных постепенно возвращают в прежние места обитания. Исследователи изучают, как бобры влияют на речную систему. По мнению специалистов, эти природные инженеры могут предотвращать наводнения. «Бобры сдерживают наводнения. Они создают извилистые пути, появляются водно-болотные угодья со сложной структурой. Поэтому, когда идёт сильный ливень, в воде требуется много времени, чтобы пройти через эту систему, просочиться через каждую бобровую плотину или её обойти. И это лишает поток силы, поскольку вода разливается по обширной территории, вместо того, чтобы течь по глубокому руслу». В этом заповеднике бобры валят в основном ивы и берёзы. «Это копия черепа бобра. И одна из самых удивительных особенностей этих грызунов – зубы. Резцы спереди покрыты твёрдой эмалью, а сзади – более мягкий дентин. Он стирается быстрее эмали. Бобры затачивают эти зубы, когда грызут кору, древесину и всё остальное». За бобрами наблюдают с помощью фотоловушек и приборов ночного видения. Территория, где живёт семейство, огорожена. Ветеринары считают, что уже этим летом у бобров могут родиться детёныши. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Телеканал «Сочи-24» приглашает кинолюбителей к просмотру психологического триллера о силе слова «Быть или не быть». Двое опытных полицейских расследуют дело о тройном убийстве в театре. Из четырёх актёров, оказавшихся в одной гримёрке, выжил один. Под подозрением несколько героев трагедии, в том числе и знаменитая актриса, находящаяся в психиатрической клинике. Что привело всех к трагическому финалу? Кто виноват в смерти людей? Какие тайны живут за кулисами театра? Об этом вы узнаете, посмотрев киноленту «Быть или не быть» на телеканале «Сочи-24». В эту среду, 26 июня в 21.00. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин